Здравствуйте! Сегодня я готовлю чурчхелу. Для этого я беру темный виноградный сок. Часть сока я отливаю сюда, остальное я выливаю в кастрюлю. Добавляю 100 граммов сахара. Довожу до кипения. Сюда я добавила 150 граммов муки. Сейчас это все размешаю. Я готовлю чурчхелу по-другому. Мне лень насаживать орешки на нитку, потом это все окунать в кисель, где-то развешивать, потом еще раз окунать в кисель. Мне лень это делать. Поэтому я готовлю по-своему. Все хорошо размешала. Теперь жду, когда закипит у меня сок. Сок у меня закипел. Добавляем смесь с мукой. Снимаем. Быстро загустело все у меня. Я снимла. И дальше мешаю. Чтоб не было комочков, нужно хорошо размешивать. Мешаю, мешаю. Так вот хорошо размешали. И на медленном огне варим еще 10 минут. Вот такая масса получилась. Я ее остудила. Но не до конца. Время от времени я ее помешивала. Орехи я взяла грецкие, фундук и кешью. Крупно порезала. Здесь у меня 300 граммов. Перемешиваю. Орехи я не подсушивала, не поджаривала. Если кто хочет, может это сделать. Чурчхела будет не сильно сладкая. Кто хочет сладкую чурчхелу, добавляет больше сахара. У меня от приготовления песта, песта из черемши, остались молотые грецкие орехи. Как эксперимент. Сегодня я добавлю еще немножко молотых грецких орехов. Орехов. Вы тоже готовьте по-своему. И вот сейчас этой массой заполню вот этот вот кулинарный мешок. Одела специально вот снаружи наконечник, чтобы масса не вытекала. И буду заполняться. Вот так достаем наконечник. Сначала я ее так вот плотно сделаю. Наконечник снимаю. И вот буду отсаживать чурчхелу. Чурчхелу можно сушить при комнатной температуре. В духовке. В электросушилке. Кто как хочет. Вкус у меня получается в точности такой же, которая на ниточках сушится. Здесь я оставила немножко места. Потом вы поймете почему. Вот. Теперь надо набраться терпения и подождать, пока она высохнет. Так как мне не хочется возиться с кондитерским мешком, наполнять его, потом мыть. Я всегда чурчхеловую массу распределяю вот так. Уже вот такими вот конфетками. Красиво смотрится. Во время сушки чурчхелу несколько раз переворачиваем. Вот такая чурчхела у меня получилась. Вот так просто я ее делала. Не насаживала орешки на ниточку. Вот такие конфетки чурчхела. Конфетки получились. Очень важно чурчхелу хорошо высушить. Это очень-очень вкусно. До свидания. До следующей встречи.